Моё почтение, друзья! Apple в этом году представила аж целых три смартфона. И, конечно же, самым интересным и ожидаемым из них является iPhone X. Если iPhone 8 и iPhone 8 Plus являются всего лишь работой над ошибками прошлогодних моделей, то iPhone X абсолютно новая модель, ничего подобного ранее Apple ещё не делала. И, конечно же, изначально, как и многие другие, я нацелился на покупку iPhone X. И уже морально был готов выложить за неё кровные 80 тысяч рублей. Но, несмотря на столь высокую официальную цену за версию на 64 гигабайта, купить её до сих пор очень сложно за эти деньги. Конечно же, аппетиты у продавцов на барахолках спали, но, тем не менее, цена до сих пор выше официальной. А официальные дилеры, пользуясь большим спросом на новинку, придумывают различные хитрости. Например, в связну можно купить версию на 64 гигабайта без особых проблем. Но при этом надо обязательно взять страховку, которая увеличивает стоимость аж на целых 10 тысяч рублей. Ажиотаж совсем невероятный, а тем временем iPhone 8 и iPhone 8 Plus можно спокойно купить где угодно. И тут я подумал, а чем хуже та же самая восьмёрка, на которую, кстати, цена во многих местах упала аж на целую тысячу рублей. Ведь, если подумать, то это вполне годный смартфон. Я в течение полугода был обладателем iPhone 7 и, по большому счёту, этот аппарат меня устраивал. Из основных минусов я отмечу отсутствие беспроводной зарядки и зависание на холоде. И в iPhone 8 первую проблему решили. Наконец-то дождались. iPhone 8 такой же компактный по размерам, как и iPhone X. И отлично лежит в руке. Да, конечно, дизайн ему не совсем свежий, присутствуют большие рамки. Но, тем не менее, до сих пор он выглядит оригинальным. До сего момента я пользовался iPhone SE, внешний вид которого также заставлял оглянуться несколько лет назад. Поэтому я не считаю, что если девайс немного отходит от тренда, то это обязательно должно быть плохо. Одной из самых главных и обсуждаемых фишек десятки, безусловно, является разблокировка Face ID. Помню, пользовался я Lumia 950 XL, где присутствовала разблокировка по радужной оболочке глаза. И вы знаете, друзья, это было не всегда удобно. Конечно, в некоторых ситуациях это круто. Особенно, когда вы демонстрируете эту фишку своим друзьям. Но, например, в автомобиле или просто в движении удобнее всего старый добрый дактилоскопический датчик. И, на мой взгляд, рановато еще от него избавляться. Поэтому для себя я решил, что сканер отпечатка пальца пока мне нужен. К тому же, во многих приложениях есть возможность проходить идентификацию именно по нему, а не по лицу. И вы знаете, почему-то мне кажется, что в будущих моделях Touch ID вернется и будет работать в тандеме с Face ID. Конечно же, в iPhone X крутой и супер рейтинг на OLED-дисплей. При диагонали 5,8 дюймов он имеет разрешение 2436 на 1125 пикселей, где плотность пикселей составляет 458 ppi. В восьмерке стандартная IPS-матрица 4,7 дюйма с разрешением 1334 на 750 пикселей, то есть 326 ppi. Конечно же, десятка тут на шаг впереди. Экран восьмого iPhone по сравнению с ней динозавр из прошлого века. Но назвать плохим этот экран я не могу. Хоть и современные реалии требуют большего, меня более чем устраивает экран этой модели. А что касаемо фирменной фишки Animoji, я тут промолчу. Если говорящая какашка это прогресс, то куда ж катится наш мир. Поэтому ее отсутствие в iPhone 8 меня нисколько не огорчает. А вот двойная 12-мегапиксельная камера в iPhone X действительно хороша, что тут не говори. Но при всем этом iPhone 8 делает очень хорошие снимки. И я думаю, что в 90% случаях обычный пользователь разницы не заметит. Так что не считая портретного режима, камеры обоих аппаратов будут примерно на одном уровне. И пожалуй общего у этих моделей не меньше, чем отличий. Они работают на одной и той же операционной системе, имеют стеклянную панель на тыльной стороне. Благодаря чему у iPhone наконец-таки появилась поддержка беспроводной зарядки. И тот и другой поддерживают пыль-влагозащиту по стандарту IP67. Имеют Lightning разъем и стереодинамики. И даже производительность у них идентичная. Оба iPhone работают на новом шестиядерном Bionic 11 со процессором M11. Единственное тут отличие в объеме оперативной памяти, которая в десятке 3 гигабайта, а в восьмерке 2 гигабайта. Но учитывая меньшее разрешение экрана и одного объектива камеры вместо двух, в реальности это дает обоим смартфонам равную производительность. А если принять во внимание, что те же самые iPhone 7 и iPhone 7 Plus по сей день являются одними из самых мощных смартфонов на рынке, то запаса производительности в iPhone 8 хватит на очень долгий период. Несмотря на то, что в восьмерке есть много улучшений, огорчает тот факт, что компания Apple оставила без внимания время автономной работы. Оно соответствует тому, что мы наблюдаем в iPhone 7. То есть получается примерно так. Мы имеем менее энергозатратный процессор, но при этом срезаем емкость аккумулятора и получаем то, что было. Замечательный Apple. Но с другой стороны, теперь есть быстрая зарядка, что во многом компенсирует недостаточно высокую автономность. Зарядить смартфон до 50% можно теперь всего лишь за полчаса. Жаль только, что быстрая зарядка не работает из коробки. Для этого необходимо приобрести специальную зарядку от MacBook. Но есть и хорошие новости. iOS 11.2 поддерживает быструю беспроводную зарядку. Да, точно такой же, как у его Samsung. Но самое главное, друзья, это цена. Младшая версия iPhone X стоит на 25 тысяч рублей, дороже аналогичной версии iPhone 8. Но за гораздо меньшую стоимость мы получаем iPhone с практически одинаковой производительностью, временем автономной работы и примерно такой же по качеству создаваемых снимков камеры. Ключевое отличие у этих моделей это дизайн, за который ваш покорный слуга не готов выложить 25 тысяч рублей. И если вы все грамотно взвесите, то поймете, что я прав. И при этом я умолчу о всех косяках 10-го iPhone, которые как грибы появляются в процессе пользования. Эта тема вполне подойдет для отдельного видео. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите обязательно в комментариях, что бы вы выбрали iPhone 8 или iPhone X. Мне очень интересны ваши мнения. Будьте счастливы и не забывайте, что все самое интересное еще впереди. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok